Оноре де Бальзак. Евгения Гранде. Часть первая. В провинциальных городах бывают такие дома, которые наводят не просто грусть, а тоску ужасно. Они как мрачные монастыри. В этих домах есть что-то от монастырских стен, бескрайней скуки, степей. Жизнь и движение в них столь спокойны, что незаметны глазу. Этими чертами меланхолии отмечено жилище господина Гранде. Господин Гранде пользовался в Самюре особой репутацией. В 1789 году он был простым бочером, но с большим достатком. Когда Французская республика пустила в продажу в Самюрском округе земли духовенства, ему было сорок лет. Он только что женился на дочери богатого лесоторговца и, имея на руках свои средства и приданные жены, купил, если не вполне законно, то законным порядком за бесценок лучшие в округе виноградники, старое аббатство и несколько ферм. Его сочли за смелого человека и умную голову. Бочар Гранде был просто привержен виноградникам. Виноградники его, благодаря заботам хозяина, стали головкой края, то есть давали вино высочайшего качества и приносили хороший доход. Что до его капиталов, то о нем смутно догадывались два человека. Нотариус Крюшо, который был поверенным по помещению его капиталов в рост, и господин де Гроссен, самый богатый самюрский банкир. Они умели хранить молчание. Деньги умеют определять правильность поступков их хозяина, поэтому все, что не делал Гранде, не обсуждалось и считалось правильным. К всему он был умышленно косноязычен, что приписывали отсутствие образования, но что помогало папаше Гранде в жизни. Впрочем, четыре фразы, точные как алгебраические формулы, помогали ему разрешать все торговые и жизненные проблемы. «Не знаю», «не могу», «не хочу», «посмотрим». Он никогда не говорил ни «да», ни «нет». Когда после трудного разговора собеседник считал, что Гранде уже в руках у него и выдавал тайну своих намерений, Гранде отвечал, «ничего не могу сделать, пока с женой не посоветуюсь». Доведенная им до полного рабства жена была самой удобной ширмой. Он никогда ни к кому не ходил и никогда не приглашал к себе никого. Все ему были безразличны. Любил Гранде. Только деньги. Единственное существо, которому он испытывал какое-то теплое чувство, которое ему было хоть немного дорого, была его дочь Евгения, единственная наследница. Был у папаши Гранде брат, тоже виноградарь. Жил он в Париже. Тридцать лет братья не виделись. Внутреннее убранство дома было роскошным. Но его Гранде приобрел вместе с домом. Зал представлял центр домашней жизни. В оконной нише стоял столик и кресло. Тут, в течение пятнадцати лет с апреля по ноябрь, протекала жизнь матери и дочери в постоянной работе. Они шили, чинили белье для всей семьи. С первого ноября они могли переходить на зимнее положение — к камину. С этого дня Гранде разрешал топить камин. А тридцать первого марта, не обращая внимания на весенние и осенние холода и заморозки, камин тушился. На нетто громадина, единственная в доме служанка, спасала своих хозяек грелками с горячим углем, которые сберегала в кухне. Скряга Гранде по счету выдавал жене, дочери и на нетте свечи. Поэтому Евгении приходилось экономить, если она хотела ночью вышить себе воротничок или манжеты к платью, которые тоже нечасто приходилось обновлять. С утра он распределял хлеб и съестные припасы на целый день. В день рождения Евгении Гранде расщедривался на подарок. Достаточно дорогой подарок, надо сказать. Он в день рождения дочери дарил ей всегда дорогую, редкую, золотую монету. Такой же подарок он дарил ей на Новый год. Вот уже тридцать монет составляли состояние Евгении. Тринадцать золотых монет — около сотни икю. Эти монеты составляли свадебную дюжину, обычай, процветающий в те времена во Франции. Мать же дарила всегда новое платье. За обедом отец, любуясь похорошевшей в новом платье дочерью, раздобрился и воскликнул. «Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин. Это будет доброй приметой». «Выйти, барышни, замуж в этот год», сказала Нанетта Громадина, унося остатки гуся. «Ей, деточке, исполнилось сегодня двадцать три года. Скоро нужно позаботиться о ней», весело воскликнул папаша Гранде. «Щедрость Гранде в этот день не знала границ». Он велел Нанетте принести бутылочку смородиновой настойки, которая угостил даже ее. Вечером пришли гости с поздравлениями и подарками для Евгении. Гранде смотрел на них и думал. «Все вы собрались здесь ради моих денег. Вы согласны скучать тут из-за моей дочки? Ха! Но она не достанется никому. Ни Дегроссеном, ни Крюшоном». Сели играть в лото. В разгар игры раздался сильный стук молотка в дверь. Гранде и Нанетта вышли узнать причину такого стука. Когда Гранде вернулся к гостям, за ним следовал молодой человек. Это был Шарль Гранде, сын парижского Гранде, брата самюрского Гранде, кузен Евгении. Шарль — красивый молодой человек, двадцати двух лет, с аристократическими манерами. Он сразу вызвал недовольство в конкурирующих на руку Евгении семьях. Отец отправил его на несколько месяцев пожить к дяде в Самюр. Может быть, он надеялся женить его на наследницу богатств Гранде? Шарль решил всех поразить, изысканностью туалетов. Он взял с собой самые лучшие жилеты, воротнички, охотничьи ружья и много всяких других предметов туалета и роскоши. Он рассчитывал встретить у дяди общество-человек-воста, забавляться охотой в его лесах и вечерами. В обществе гостей Гранде Шарль появился одетым по всем требованиям парижской моды, то есть слегка небрежно, кокетливо и роскошно. Он выглядел весьма нелепо среди крюшонов и деграссенов, потому что их консервативный, провинциальный наряд был практичен и удобен. Ни швом, ничем другим он не соответствовал модам Парижа. Папаша Гранде внимательно читал письмо от брата, а Евгения с трепетом смотрела на кузена. Ей хотелось погладить тонкую кожу его перчаток. Она любовалась свежим цветом его лица, завидовала маленьким ручкам, тонким чертам лица. Вошла Нанетта и попросила у госпожи Гранде простыни для гостя. Они вышли. Гости прекратили игру и стали разговаривать с Шарлем, расспрашивать его о планах, причинах, заставивших покинуть Париж. Евгения тем временем пошла в комнату, назначенную для жизни Шарлю. И за четверть часа она рассказала, сделала и продумала больше, чем за всю свою жизнь. Она отправила Нанетту за восковыми свечами и сахаром, вещами, которые не водились в доме Гранде. Украсила комнату скатертью, старинным подносом и старым хрустальным фужером. Положила рядом древнюю ложечку с облезлой позолотой. Ей хотелось сделать комнату уютной, теплой, поэтому она велела на Нэте протопить камин и нагреть простыни грелками, принести запасную вязанку дров для камина. И в эти минуты Евгения не думала, что может навлечь на себя гнев отца. Гранде читал письмо брата. Это письмо, говоря высоким слогом, было роковым. Брат писал, что разорен, на нем висит огромный долг в 4 миллиона, а он может отдать кредиторам небольшие 25%. Парижке Гранде умолял брата стать отцом его сыну, потому что у него нет выхода, как пустить себе пулю в лоб, чтобы сохранить доброе имя. Папаша Гранде свернул письмо и вложил во внутренний карман. Когда родственники остались одни, Гранде сказал племяннику, «Пора спать. Сейчас поздно разговаривать о причинах, по которым ты оказался здесь. Завтра выберем подходящее время. Если тебе хочется погулять, то скажи на нетте, и она проводит тебя со двора. Один не выходи, порвут собаки. Да и в городе можешь услышать про то, что Гранде богат. Так не верь. У меня нет ни гроша, и я в мои годы работаю, как мальчишка под мастерье». Потом он рассказал Шарлю распорядок жизни дома, крикнул на нету со свечой и повел его в отведенную комнату. Повел по темным коридорам и скрипучим лестницам. Шарль, шагая за дядей, в недоумении думал, «За каким чертом отец отправил меня сюда?» Папаша Гранде поместил племянника на третьем этаже в мансарде, прямо над собой, чтобы слышать, когда тот будет возвращаться домой. «Вот ты и у себя, племянничек», сказал старый Гранде, отворяя дверь. В эту минуту появилась нанета, вооруженная грелкой. «Это что за новости? Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину? Унесите уголья!» воскликнул раздраженно Гранде. Нанета сказала, что просто не отсырели, а племянник такой тонкой конструкции, что хуже женщины. Гранде махнул рукой и разрешил, заметив племяннику, что женщины постарались протопить комнату. Шарль стоял посреди своего убогого жилища и не верил, что попал в дом богатея Гранде. Оноры де Бальзак Евгения Гранде Часть вторая В тот вечер молитвы не были прочитаны до конца. В смятении Евгения думала, стоя на коленях, «Пресвятая Дева, как мил мой кузен!» Гранде рассматривал кованую дверь своего кабинета и тоже рассуждал, что за нелепая мысль пришла брату завещать мне свое детище. Вот так наследство нечего сказать. Шарль спрашивал себя, засыпая, «За каким делом я оказался здесь?» Только госпожа Гранде ни о чем не думала. Утро Евгения встретила ранней пташкой. Старательно умылась, с большим усердием причесала густые волосы, туго затянула себя в новое платье. Часы пробили только семь, а она уже была готова начать день. Евгения села у окна. Она с удовольствием смотрела на бледные цветы, увядшую траву. Потом наступило душевное смятение. Я недостаточно хороша для него. Такова была смиренная и горькая мысль Евгении. Евгения долго смотрела на себя в зеркало, и вот, рассматривая себя, она сказала, еще не ведая, что такое любовь, я совсем некрасива, и он не обратит на меня внимания. Девушка отворила свою дверь и прислушалась. «Он еще не встает», подумала она, прислушиваясь к звукам дома. Нанетта уже встала, занимается домашними делами. Вот она пошла к корове и разговаривает с ней. Евгения сошла вниз и побежала к Нанетте, доившей корову. Ей хотелось подать братцу сливок, но для этого необходимо было молоко поставить для отстоя с вечера, так сказала Нанетта. Тогда Евгения попросила испечь печенье, но Нанетта не могла сделать этого. Не было масла, дров, муки. Пусть Евгения попросит у отца. Он, может, и даст. Послышались тяжелые шаги отца. Евгения убежала в сад, чтобы он не увидел смятения на ее лице. Она вдруг осознала всю веющую скудность атмосферу отцовского дома. Впервые она испытала страх при виде отца и увидела в нем владыку своей судьбы. Папаша Гранде занимался извечными утренними делами. Выдавал на Нанете продукты и хлеб на день. И тут смелая женщина попросила да так, что даже скупердей Гранде не смог отказать дополнительных продуктов для печенья. Нанетта радостно крикнула Евгении, что печенье будет. Гранде увидел дочь и позвал ее прогуляться с ним по берегу Лауры, посмотреть на его луга. За ним увязался Крюшо. Евгения любовалась прекрасным видом на Лауру, не обращая внимания на какие-то расчеты, проводимые отцом у Крюшо. Вдруг до нее долетел разговор. Крюшо спрашивал у Гранде, правда ли, что он из Парижа выписал для Евгения и зятя. Об этом во всем Самюре только и разговору. Ответ отца шеломил девушку. Он так ответил Крюшо. Я предпочел бы бросить дочь в Лауру, чем выдать за этого кузена. Можете об этом оповестить всех, хотя пусть люди болтают. Смутные надежды Евгении, возродившиеся в ее душе нежными ростками, теперь были глубоко вырваны и растоптаны. В руках у Крюшо была свежая газета, еще в бандероле. Он раскрыл ее и протянул Гранде. Там напечатана заметка о брате Гранде, который застрелился. Папаша Гранде разочаровал Крюшо, сказал, что знал об этом еще вчера. Но вот Шарль еще не знает. За завтраком дома Евгения узнала трагедию Шарля. Сердце ее сжалось от жалости и сострадания, а он-то спит и ничего не ведает. Папаша Гранде позавтракал и собирался уходить. Домашних он предупредил, чтобы не говорили ничего племяннику, пока он не вернется. Взял перчатки и вышел. Евгения бросилась матери на шею, и мать безмолвно все поняла. Обе принялись за ежедневную работу. Неужели ты уже его любишь? спросила мать. Это было бы очень нехорошо. Почему? Он нравится тебе на нете. Почему он не может нравиться мне? Искренне возразила Евгения. Вдруг ей в голову пришла мысль. Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака. Она бросила работу и позвала на нету. Велела ей сварить кофе покрепче для Шарля. На нету сказала, что ей негде взять его. Тогда Евгения велела сходить и купить его. Потом сходила, принесла гроздь винограда, а из кухни похитила груши, посчитанные отцом. Евгения могла опустошить весь отцовский дом, но ключи решительно ото всех комнат были у него. Он спит, а несчастье сторожит его, думала с горечью девушка. Воротилась на нету и принесла два свежих яйца, за которые Евгения была готова расцеловать ее. Оглядев накрытый стол, она пришла в ужас, представив, что отец все это мог бы увидеть. Мать успокоила ее, сказав, что все возьмет на себя, если вернется отец. В одиннадцать спустился Шарль. За завтраком, для него ранним, потому что вставал он не раньше полудня, Евгения любовалась его изящными движениями. Шарль, разглядев при дневном свете свою кузину, галантно заметил, что в вечернем туалете она бы свела ни одного мужчину. Нанетта принесла взваренный кофе, который привел Шарля в ужас, потому что кофе не кипятят. Он обещал ее научить делать хороший кофе. Несчастья, которых ждешь, обязательно сбываются. Раздались шаги и пришел папаша Гранде. Вот папенька сказала Евгения и убрала блюдечко с сахаром. Нанетта унесла тарелочку с иишной скорлупой. Госпожа Гранде испуганно вскочила. Этот панический страх изумил Шарля и был им не понят. Гранде вошел в столовую, бросил взгляд на стол и все понял. Эти глупые курицы устроили племяннику праздник. Он повернулся к нему и сказал, что после завтрака ему нужно поговорить с ним в саду. «Кузен, будьте мужественны», выразительно воскликнула девушка, и это восклицание оледенило Шарля. В саду папаша Гранде все рассказал племяннику и дал прочесть газетную статью. Оказалось, что Шарля не интересовало само разорение, он горевал о потере отца. Это вовсе не понравилось папаше Гранде. Вернувшись в комнаты, Гранде с сожалением сообщил женщинам, что его племянник никуда не годится, он больше занят покойником, чем деньгами. «Бедный юноша», неосторожно сказала госпожа Гранде. И это было роковое восклицание. Гранде посмотрел на жену, на Евгению, на сахарницу, вспомнил необыкновенный завтрак. Он встал посреди зала и сказал своим спокойным голосом, которому нечего было противопоставить, «Вот что! Надеюсь, вы прекратите это мотовство. Я не на то даю вам деньги, чтобы вы пичкали сахаром этого щеголя». Возражений он не принял. Он сказал, что Шарль опозорен, разорен и поедет в Индию зарабатывать себе состояние. С этими словами Гранде отправился по своим делам. А Шарль в это время рыдал у себя в кабинете, оплакивая кончину отца. В полдень пришел веселый папаша Гранде. Он провернул выгодное дельце с продажи вина. Наступило время обеда, но Шарль не спустился к обеду. Дальнейшие события развивались стремительно. Гранде никогда не упускал своего, поэтому он скупил все векселя брата, получив право владения на его землю, виноградники имущества. Шарля же отправляли в Индию. Из прочитанных писем Шарля Евгения знала, что он крайне стеснен в средствах. Она дала ему в долг свои деньги, те самые, которые дарил ей отец. Шарль же оставил ей на сохранение ларец, подарок матери, с портретами отца и матери в богатых жемчужных окладах. Но Гранде дал Шарлю надежду, сказав, что начал улаживать семейные дела. Поездка откладывалась. Для Евгении началась весна любви. Но все проходит. Шарль уехал. В Новый год отец узнал, что она отдала Шарлю свои деньги. Был страшный скандал. Вскоре мама заболела и умерла. Через пять лет после этих событий умер и папаша Гранде, посвятив предварительно Евгению во все тайны своих дел. Евгения стала богатейшей невестой. Но где же Шарль? От него все нет и нет известий. В тридцать лет Евгения не знала еще ни одной радости жизни. Но она мечтами уходила в себя, любя и веря, что любима Шарлем. Она брала векселя Шарля Гранде и мечтала отдать их в качестве свадебного подарка. А Шарль сделался черств и алчен за время путешествия по Индии. Он старательно наживал богатство и делал это с таким рвением, что не оставалось времени ни на что. Однажды Евгения получила от него письмо и чек на восемь тысяч франков, долг и проценты за отданные когда-то ему деньги. И ни слова о любви. Страшное крушение. Дегроссен, зашедший к ней, сообщил, что ее кузен женится на мадмуазель Абрион. И уже месяц живет в Париже. Но у него долг по отцу в полтора миллиона. Евгения оплатила этот долг и вернула векселя. Но замуж за Шарля не вышло. Она приняла предложение председателя господина де Банфона и слишком поздно Шарль узнал, что состояние Евгении измеряется семнадцатью миллионами плюс три с лишним которыми она оплатила его долги. После свадьбы ее жизнь мало отличалась от прежней. Муж долго не прожил. И осталась Евгения с верной нанетой в том же доме и с тем же укладом. с доме лимонами